Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Скажите, а кочьеру Ольга Николаевна вообще есть здесь такая? Ольга Николаевна кочьеру в 14-й квартире здесь живет. Есть такая она? Не знаете? Кочьеру Ольга. Ладно, давайте начнем. Добрый вечер всем. Потому что на улице все прохладно, футболистам не прохладно, они играют в футбол. По вашей просьбе, я не то что пришел в ваш двор, я объезжаю все районы города, начали мы снова в Бельц. Сегодня мы у вас, в вашем районе будем, как говорит, на следующей неделе мы будем на БАМе, на 10-м квартале, на 9-м квартале. Или я пришел во все дворы, чтобы никто не подумали, как мне сказали и братья демократов на встрече на Новых Бельцах, что началась предвыборная кампания. Я не иду ни на какие выборы, то есть я это заявлял публично и говорю вот при вас. Я пришел к вам как мэр, как ваш друг, я не пришел сюда, как будто я иду в депутаты в парламент. Я не иду ни в какой парламент, в парламенте будут заниматься политики, им чем там есть заниматься. Нам надо заниматься здесь и строить наш город. Это если кто-то хотел задать вопрос, почему я сегодня здесь. Я здесь, потому что я хочу услышать проблемы горожан, ваши просьбы, что вам не хватает, что может мы вместе, совместно с вами построим, создадим. Поэтому со мной приехали все начальники управления. Тут присутствуют и коммунальные службы, муниципальные предприятия, муниципальные советники присутствуют на свете, на данном собрании. Поэтому собрания муниципального совета пришли, в принципе, будем все конфликтировать, после этого будет протокол, и, естественно, будут сроки исполнения, когда та или иная проблема будет исполнена и выполнена. Потому что из практики того, что мы услышали о Новых Бельцах, есть масса проблем, которые осуществились, за один день мы решили кое-какую проблему. На другую проблему нужна неделя для решения вопроса. Есть проблема, которая нужна, ну, наверное, весь 19-й следующий год. Поэтому что-то, если кто-то просит и думает, что завтра я это прямо так сделаю, ну, я буду вас обманывать, и я не хочу никого обманывать, потому что вы меня все знаете, обманывать я никого не собираюсь и никогда не обману. Поэтому давайте начнем наш диалог и прошу то, чтобы, если есть какие-то у друг друга претензии, друг к другу вернее, давайте мы будем, мы взрослые цивилизованные люди, чтобы это не переходило на личности, на споры. Надо, я буду отвечать, будут отвечать начальники служб, муниципальные предприятия, если нет, ну, чтобы это ни в коем случае не было, не перешло в какую-то рубль, потому что мы все живем в одном городе, мы все живем с вами в этих домах, и мы нам всем завтра встречаться, дружить, здороваться, а чтобы, не дай бог, были какие-то вражеские отношения и недражелюбные. Это я считаю неправильным, и поэтому давайте мы сделаем, чтобы все было нормально, и все было, как, добро должно победить, понимаете? То есть, вот давайте в этом ракурсе мы построим нашу с вами беседу. Я готов ответить на все ваши вопросы, если они есть, то прошу вас, задавайте, я просто стараюсь ответить, потому что вы были инициатором того, чтобы я приехал в первую очередь в ваш двор, поэтому давайте. Тут у меня целый знак, я семья врач этого участка. Счастья, добрее. Мы вот тут живем далеко от Осаровки, когда все почти 2 километра идем оттуда, от церкви, после лягу идем сюда. Осаровка раньше была сюда ближе, а потом взяли эту и отодвинули остановку обратно. Есть просьба, чтобы нам делали остановку сюда, как и ближе. Я понял вас, но это отодвинули не попы, как вы говорите, это отодвинули институт селекции, эту остановку, это отодвинули ее, насколько не изменяет мне память, в 1989 году, да? Да, да. Совершенно верно. Я запишу эту просьбу, постараюсь ее рассмотреть, но не говорю, что мы ее обратно сместим. Нам надо, это комиссия по безопасности движения, тут есть комплекс мер, понимаете? Раз, второй. У нас нет горячей воды, как в Кишиневе. Горячая вода. Дайте я вам отвечу. Вот вы правильно задали сегодня вопрос про горячую воду. Как раз вот здесь желательно, чтобы ваши слова услышал один из демократов о Нойках, который выражается о том, чтобы общественной бани в Бельцах не было. То есть вы знаете, что мы запустили проект, то есть все управления работали над этим проектом. И проект будет у нас на шестом квартале, здесь внизу, где когда-то была общественная баня, там будет банный комплекс, я могу так сказать, там будет социальная столовая, там будет социальная парикмахерская, там будет социальная баня. Баня это не только там парилка, баня это помывочная. То есть там будет символическая оплата 10-15 лей, и там люди будут, студенты, пенсионеры, взрослые люди, кто просто не имеет воды, прийти будут, могут иметь возможность помыться. Также там будет самое главное, на первом этаже там будет баня для инвалидов. То есть сегодня в Бельцах только один социальный центр, кто осуществляет эту услугу помывки инвалидов, то есть колясочников и инвалидов, понимаете. И вот на этой бане будут для такой категории граждан, будет такая вот баня. Но к сожалению, к моему великому сожалению, эти молодежь демократов, они что-то перепутали, и они думают, что в Бельцах живут только они. Они против сегодня того, чтобы был этот банный комплекс. Они против того, чтобы сегодня была социальная столовая. Они против того, чтобы сегодня люди просто пришли и там за символическую плату искупались, потому что ну не все имеют бойлер, не все имеют в доме газовое отопление, что дает горячую воду. Есть просьба... Поэтому я эту просьбу, что вы озвучили, я думаю, что эта просьба решаема, и мы ее решим. Есть просьба, вот как Панчукады раз в неделю говорили по телефону жителей. Один раз в неделю, да? Один раз в неделю будет. Да я вообще, я извиняюсь, но я тут и как житель дома, и как семейный врач этого участка, всего, включительно Белоусова. Вот тут все у меня, мой участок. Ну низкий поклон вам только. Я очень переживаю за людей, за их нездоровье. У нас тут такой есть, вот видите, садик, в котором мы не один раз писали, что тут очень грязно, что тут бомжуют, что тут наркоманы, что тут собаки. Можно я отвечу? Да. Мы знаем, что это селекция. Не то, что селекция. Вы знаете, у меня были с вашего двора на приеме женщины, вот они здесь стоят, насчет этого садика были, раз. Значит, второе, я когда был здесь на предвыборной кампании, в вашем дворе тут собирался, мне сказали за этот садик, и я написал обращение. Я написал обращение, значит, на имя директора института. На директора института. Значит, я прошу сегодня, не надо нам помогать. Передайте этот садик городу, и не будет проблем. Значит, смотрите, совершенно верно. Значит, смотрите, ответа до сих пор нет. Завтра я буду, наверное, второй или третий раз обращаться, но мне надо юридическую норму, я же не могу прийти и сказать, что этот садик Бельц, правильно? Ну, то есть он подлежит нашему управлению. Это будет неправильно и некорректно, да? Я могу сегодня только... Я вас полностью поддерживаю, как житель города. Я вас полностью поддерживаю, что это ненормально. Но что я могу пообещать, что в моих силах? Я могу пообещать организовать здесь, совместно с вами, и придут другие жители города, субботник, чтобы мы его пока привели, то есть убрали все это в листву, весь тот клан, что, не дай бог, наши дети туда придут. Это ненадолго. Это ненадолго. Да, на второй день опять... Согласен. Давайте вместе с вами, окей, давайте вместе с вами. Завтра я опять обращусь, вот как от примара, я обращусь на... Я согласна подписать эти бумаги, поднять как-то вопрос. Ирина Миша, давайте еще раз обратимся, мы зафиксировали... Нет, давайте уже завтра не на селе, давайте завтра обратимся на министра сельского хозяйства. Вот так, давайте завтра так. А потом, если он не поможет, можно обратиться уже, наверное... Еще вопрос, вот насчет... Тут у нас автобус приедет с одного, вот, во второй. Вы замерзли? Желательно сделать обязательно, не замерзла, я очень злая на эту всю нашу жизнь. Нам там нужно желательно зебра и именно лежащий полицейский. Так, еще раз, это получается угол Колеса в угол Чикавова, да? Вот это, вот это, там вы хотите... Да, светофора нету, там очень скобано. Но там не положим светофору. Да, понятно. Ну, чтобы нам там сделали зебру. Сейчас, секундочку. Вячеслав Иванович, подождите, сейчас. Вячеслав Иванович, значит, давайте вынесем вопрос на комиссию по безопасности движения о том, чтобы здесь сделать зебру. Лежачий полицейский тоже, потому что все большие... Он зимой неэффективен, зимой его снесут автобусы и курсы. Его просто не будет. Потому что летят команды, там летят команды, большие летят. Правильно, но лежачий полицейский... Послушайте меня. Лежачий полицейский для КамАЗа это не препятствие. Он затормозит на нем, он его за собой утащит. Еще больше неприятных ощущений у вас будет от этого... Да, от грежета и от этого самого. То, что сделать... Как бы светофор... Светофор нет. То, что тут не положим светофор, потому что его тут не одобрят свои сотрудники ГАИ. То, что я могу... Давайте мы вынесем на комиссию в ЗЕБУ. В ЗЕБУ. Вы внесите, запишите, Иван. В открытую остановку. Там разняк очень... Это какой-то... Скажите, это наш город? Остановка? Что вы, давайте, говорить нет. Мы по просьбе господина Шойцу поставили остановку с той стороны. Это тот первый вопрос, который прозвучал. Поставили остановку с той стороны. И теперь население просит о том, чтобы поставить еще... Нет, население просит закрытую остановку, а сколько я слышу? Да. И с этой стороны тоже остановка. Нет. Они сейчас говорят за остановку закрытого типа. Да. А вы говорите за другую остановку. Сегодня остановка существует действующая. Да, она существует. Она открытая. Выходите закрытую. Выходите закрытую. Нет. Подождите, вы скажите, где конкретно... На что-то без, где-то стоит. Нет. Когда едешь в Садовый, вот остановка. Когда едешь оттуда. Оно есть, но ее нет. Просто автобус остановка. Нет. Там, это... Да, это... Всё, я уже не расступаю. Ну, ну, ну... С той стороны. А с этой... Нет. Ваня, подпиши остановку по ходу движения из... 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 До дома сюда. Закрытого типа, чтобы не было... Не дал подарец кинок. Не дал подарец кинок. Почему? Потому что остановки друг на против друга. А, я не буду ее переключать. Окей, хорошо. Где она может быть? Чуть-чуть по... Ниже направлено. Вань, давайте рассмотрим вопрос архитектуры на комиссию по безвладу движения. Что? Они же уже не согласны жить. Почему? В частной секторе и узкая дорога. Узкая дорога. В частной секторе. Узкая дорога. А там, что нужно, там и сделают. Там есть место. А вы подождете меня за пять минут? Идем. Кто там за мной? Идем. Дальше население не воспринимает. Друзья, вглубилась. Мы на перекоске на взрыв. Сюда и нет. Либо уходить, чтобы не заезжали. Тут нет, приду против. Должна узкая дорога, если бы была шире. Делали, ну что? Давайте мы посетимся с гоичниками. Что-нибудь вам скажем. Потому что если ее смустить сюда ниже, вы правильно говорите, здесь она уже вам мешает. Тут узкая дорога. Если сделать ее напротив остановки существующей, то там перекресток не разрешает комиссия по местности движения. Это то есть нарушение правил. А если вынести ее туда, ближе, то вы вроде бы против. То есть туда. Метров отсюда получается 10. То вы против. До перекрестка. Или вы не против? Нет, не против. Не против? Нет. 10 метров туда. Ну и что? Ну и нормально. Все, Ваня. Значит, запишите от той остановки, которая идет в сторону Садового. 10 метров по этой стороне. От нее сюда. Значит, и остановки должны быть две закрытого типа, чтобы не продувало людей, чтобы люди грят холостом. Слышите? Он не доезжает. Он не доезжает. Доезжает? Нет. Ваня. Вы тоже? Да. Значит, остановки закрытого типа. Сейчас, подождите. Значит, по остановке, по этому решили, да? Водители, кто едут на дачу туда и кто приедет в город. Пешеходный переход будет это в ближайшее время. А по остановке, говорю, мы это надо будет заказать проект в архитектуре, чтобы нам дали концепт остановки, чтобы мы эту остановку могли здесь установить. Юрий Николаевич, есть? Я здесь. Значит, по остановке понятная ситуация? Да, я понял. Да. Значит, Вячеслав Иванович, завтра у нас с перевозчиками будет совещание со всеми. Этот вопрос там надо поднять, потому что перевозчики, которые отвечают за 22 маршрут, они должны участвовать в этом, в этих остановках. Потому что там жалобы, где это ромашка, такая же самая жалоба по остановке. Или извораж, или ромашка, не знаю. Там лавочки, просто лавочки без остановки. Хорошо? Все этот вопрос понятен. Давайте следующий. Скажите, пожалуйста, вот отопление, господи, шевел, а отопление не дешевеет. Как быть, что я видела по-бинскому, что говорили вы. Говорили, что должны на 15% это... К сожалению, я такого не говорил, потому что все, что касается Реднорд, Четнорд, Молдова-Газ, Бельцы, то есть Примария, мы муниципальные предприятия. Мы к этому не имеем никакого отношения. Этим всем сегодня руководят Демпартия, правящая власть. То есть, как Россия продает газ дешевле, они у нас цены не делают ценник дешевле, а делают, наоборот, его дороже. То есть, мы с вами здесь заложники, цены утверждают на Ре, они спускают, на Ре утвердило и нам дали. Все, мы тут потребителей только за это платим. Я только что могу сделать, это могу вместе с вами написать обращение о том, что я прошу вас рассмотреть, чтобы тариф понизился. Но, поверьте, какая от этого будет польза. Мы отвечаем на то, что делается в городе. Вот за это я готов ответить перед вами, выслушать вас и могу помочь, помогу, скажу не могу, скажу не могу. Но по отношению газ, горячая вода, электроэнергия, сегодня мы, как муниципальная власть, ничего не сделаем. Значит, мы будем мерзнуть. Только не знаю, что вы берете. Значит, мы будем мерзнуть сегодня. Значит, мы будем мерзнуть сегодня. Значит, мерзнуть, у вас что, нет отопления? Нет, у нас нет отопления. А я не знаю, я живу на пятом этаже. Мне звонит, выпустите воздух, выпустите. Подождите, у вас какой адрес дайте мне? В общем, 2-й дом, у меня Виноградная 2. Сейчас, подождите, Виноградная 2, квартира какая? 18-я. 18-я, выключите. Да не только у меня, во всем доме. Значит, а вам, Вячеслав Иванович? Так, весь дом не имеет. Сегодня, я заслуживаю утром, посидали. Да, с этими, что они сделали. Клафанами? Да. Так, и что? Нас никто не спрашивал. Нас, во-первых, никто не спрашивал. Никто, мы заявление не писали, не взяли, подключили. И у нас только сегодня утро... То есть, это Четнорд вас подключил к этим клафанам, да? Да, да, да. Притом, мы заявление не писали. Мы абсолютно к ним за этим не обращались. А у вас есть председатель дома? Нет, у нас нет. У вас Жековский дом? Господин, мы звонили уже только куда не звонили. Они нам объяснили, 15 градусов на улице, и у вас будет отопление. Сейчас сколько градусов? Сейчас, наверное, ниже. Градусу 12, наверное, 13. Пусть 14. Чуть-чуть-чуть, чуть-чуть появилось. Сегодня утром только появилось чуть-чуть. Не, было еще днем чуть-чуть. Сейчас я поставила на собой ладу. Давайте, я с этой просьбой, я понял, я услышал ее. Виноградная 4 тоже, кстати. И виноградная 4. И дело не в том, что один человек. Все дома. Ну, видите, они хотели, получается, как называется, хотели сделать как лучше. Да, получилось, видите, как всегда. Нас интересует за то, что они... Мы тоже будем платить. Видите, они объясняют от начальника управления... Сейчас женщины, подождите. Начальник управления объясняет, что если клапан открывается тогда, когда температура опускается меньше 15. Но дело в том, что температура падает, а там наладка или что-то, температура падает, а отопления нет. Ну как? Давайте, завтра я сам обращусь к директору предприятия, чтобы пришли еще раз к вам в ваш дом и посмотреть. Хорошо? Ну, видите, вот женщины говорят, что хорошо. А у вас какой дом? У них в этом доме. У них все время хорошо. Все время хорошо. И отлично. Давайте, завтра я обращусь к директору предприятия. Я не знала, что вы придете. Энчина позвонила мне и говорит, пойди нас встречу, дешевая. Что я услышал вас. Завтра я обращусь. Хорошо. Придите, пожалуйста. Думайте, ну ордеры у меня. Кадюша, ну, что... Рубина, ну ордеры. Слово 30-летнюю сеть. Что мы береги, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Вырога, ажидация. Доунди, луминанка, саунди. Вероградная, да. Квартира 7 еще. Подождите, в доме нет света. Нет света в комнате. У вас в комнате? Да. Какая квартира еще раз? Квартира 7. Два. Квартира 7. Телефон 3, 2, 0, шап, дождой. Вырога, ажидация. Я завтра обращусь. Так, грант, какой расход? У нас же 1, 2, 30, ну, у нас 34 квартира. У нас перед подъездом делали когда-то, когда-то ремонт на газ или не помню на что. И нам не заасфальтировали ничего. И там камушками засыпали. Мы все пенсионеры с палочками. Скажите, а когда делали ремонт? Ой, я даже не знаю сколько, не помню. Нет, 10, 15, не знаю. И вот так вот мы мучаемся. Вячеслав Иванович, Боимся, да? Вам что-то известно по этому поводу? Виноградная 2, нет. Виноградная 2 делали перед подъездом. Перед подъездом. 10 лет назад ремонт. И асфальтированное покрытие не положили, засыпали щебнями и все. Было что? 10 лет назад. Я не знаю. 10 лет назад, не можно сказать. И мы вот пенсионеры боимся ходить даже на... Не дай богу, пойдем на раздавание. Юрий Николаевич, Виноградная 2, какой подъезд? Средний. Средний это какой? Вот этот, средний подъезд. Второй подъезд. Я сейчас подозрю. Посмотрите, что там можно сделать. Да, сейчас посмотрю. Хорошо, спасибо. И еще вопрос. Еще у меня вопрос. У меня крыша. Приходили меня с пожаром. Да. Залезли на горышек, посмотрели. У вас крыша чешуя. Кто у нас сейчас решетник? Сережа? Мама купи. Дошла матуль. У ЖКХ приходили менять крышу. И что дальше случилось? Крыша чешуя у вас. У меня там несколько метров покрытие. У меня крыша не течет, а крыша там, где балка проходит. Проходит коридор и крыша. Там балка течет и вот течет у соседей. Вот уже стенка в коридоре течет. Адрес Виноградная 2. 34 маряда. Причлите специалистов, посмотрите, что течет. А почему вы раньше не обращались? Я обращаюсь. Вот у меня письма. Вот и ваше письмо тут есть. И вот в 17-м году пришло. Что пишут они в 17-м году? Что-то делали. Что-то делали? Там смету сложили. Написали какую-то, я не знаю, на какие там тысячи. Моя мама так же жрать добрые. 41-й паритбурный. Сереж, запишите этот адрес. Вы предоставили эту смету. Кабура делала эту смету. 12-12-16-й год. Пороскан дала ответ. Да, я гляну. В 16-м году. Что? Да, да. Ну и что? На, вот здесь повторное обращение в 17-м году. Сережа, вот в 18-м году повторное обращение было. Я сняюсь. Вот вы только что здесь, когда... Проезжали. Да? Вот на машине вы зацепили. Мы сняли даже, когда вы зацепили. Конечно. Сняли всю дорогу, когда мы зацепили. Так что вы просто там знали. Вот такой вот. Я сняла. Там три бугра. Это сделали смертью полиции или как-то. Да, но что-то он не... Четыре года назад или пять. Юрий Николаевич. Мы сделали, сделали проект. Сделали все. Начали эту дорогу делать. Ко мне подошли с ДРСУ, я не знаю кто. Проект забрали и все забрали. Смерть и все. Какой год это был? Пять лет назад мы сделали. Мы начали эту дорогу делать. Своими сетьми. Я понимаю, что вы не работали. Я не за это говорю. И забрали. Значит, люди пять лет назад начали своими силами делать дорогу. ДРСУ забрали у них проект, все забрали. И вот что-то там произошло, говорит, что вот такое вот. И туда машиной заезжать невозможно. Зато вода не идет. Не затапливает дома. Юрий Николаевич, поднимите, пожалуйста, если это есть проект. Люди... Ну давайте не будем сейчас ругаться. Только давайте не ругаться. Юрий Николаевич, посмотрите, сейчас секунду. Посмотрите, пожалуйста, что можно сделать. Я не говорю, что мы завтра это сделаем. Вы смотрите, но люди согласны были участвовать своими силами. Да, да, да. К личным, своим. Надо делать отвод воды и посмотреть, как это сделать. И сделать дорогу. Я понял вас, но люди согласны участвовать. Мы бандюры сами установили. Это не наше. Но мы установили, мы купили сами и сделали. И что выходит из этого? Люди делают свой гор, но... Патриот в своем городе. Что, что? Патриот в своем городе. Правильно, что это плохо? Это очень хорошо. А здесь у нас требование. Здесь Николаевич. Я хочу вас спросить, у нас, в курсе, и плен кукей. Так. Мы купили для школы. Мы сомн, груду, батрыни, которые хранятся, не могут черствовать дынсы, которые не сарлатили. Честит вы скажу, что не могут уходить на фарк, которые не могут уходить на чай. Но вы понимаете, что... Дайте я вам скажу. Вот смотрите. Я понимаю вашу боль как родитель. Я понимаю ее полностью. Я с вами ее разделяю. И я тоже с вами согласен, но у меня тоже есть свои возмущения. Но у нас много в городе, которые... Кормят их. Да. Вы собираете их в дом, если так. Давайте по-другому. Давайте по-другому. Который кормят. Давайте по-другому. Вот давайте беремся еще терпения. Нам осталось, ну, осталось чуть-чуть доделать приют для собак. Ну, буквально, я не знаю, на 80% он будет готов где-то к декабрю месяц. И вот в декабре мы начнем полностью отлов собаки. Туда будем их вывозить. Но осталось чуть-чуть, понимаете. До сих пор никто не делал никогда приют для животных. В Молдавии его нигде нет. В Молдавии есть только под Кишиневым. И то платная гостиница, где сутки стоят от 100 долларов и выше для собак, которые будут там жить. Понимаете. А у нас он будет бесплатный. Поэтому, ну, еще чуть-чуть сегодня я вам скажу, что бы я сделал. Но тут камеры. Завтра тут будут... Понимаете? Сейчас Левра им говорит. Я был на одной встрече, заговорил на английском языке. Думал, что меня никто не понял. Меня на следующий день перевели и сказали, смотри, к чему он призывает. Как ты так ели с чарты, залежат не пачек дотиши, ашэшэшэшэ, дакоцельничалят эти, ахталяук тюцэчкэнь. Сейчас подождите. 86 дом я понял, подождите. Давайте еще общие вопросы, когда закончится, идем в 86 дом. Давайте общие вопросы, еще есть? По поводу забора. По поводу этого забора. Вот у нас все есть. Титул, все у нас, все готово. Нам приостановили работу из-за того, что проект надо сделать. У нас есть все, завтра я забираю его. Люди хотят, чтобы я не ставил забор. Это для наших детей. Безопасные детей. Я раньше не была работа на забор. Это раньше было. А сейчас просто вот так и неизорит. Не мешает нам. А мы тоже сделаем забор, и вас не пустим. Пожалуйста, не пускайте. Есть тротуар, мы сделаем, не пускайте. Не ругаться, спокойно. С наших денег мы сделали тротуар. Ваши дети играют у нас. Ваши дети все играют у нас в футбол. А нашим детям сюда нет. Но я покут тротуар, пентру бой. А покут имбаны, ностры. Но еще руки же купили. Я тоже сдавала. Мы тоже сдавали. Мы помнят. Давайте забор. Миноград. 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 Отмост, пожалуйста, делай. Потому что у нас вся вода течет. На том, 2007 года мы скидывали с маленьких подъездов. Мы скидывали подъезды. Мы сами себе сделали. Мужик ничего не делал. Хотя ставили 10 раз нас. Сережа, идите сюда. Кому вы деньги выдавали? По 100 лекарей здесь скидывали женщины. Мы скидывали с наших подъездов. Мы сами себе сделали одну. А вообще это ваша вопрос. Причем наши гипетоны? Мы сами себе сделали кусочек отмостки. Потому что нельзя было прийти. Так оно и было. Один раз, второй раз мы сейчас скидывали. Так сейчас что? И делайте. Это хорошо. Наш дом 67 года. Вся отмостка, все, все, все. Вот уже получено. Мы есть... Дом 67 года и вся подмостка у них... Виноградная 4. Мы обращались несколько раз к Татьяне Анатоле. Мы обращались столько раз. Ну запиши. Есть в плане. Есть в плане. Хорошо. Есть в плане. Значит, делаем. Мы сейчас сделали. Ну отлично. Мы-то остальное сделали. Не думайте, что тут у нас Сережа Патриот. Вот и делаем. Мы делаем сами себе. Мы тоже сделали сами себе. Мы просто... А то, что Сережа, вы хотите тут облагородить, что делать? А сейчас вода пойдет к нам. Что вы хотите? Ну я не знаю, что вы хотите это убрать. Не корбы, там такая дорога, там и я. Мы поставили фритку со своего кармана. Мы ставим. По 200 лей собрали люди. А ты знаешь, у нас виноградная 4 затапливать. Что я имею с вашим словом? Я вообще не понимаю вот эти... Каждый думает за свой дом. Давайте не так. Павел Готин. Давайте по-другому. Ну, это дом более молодой. Тут более молодые живут. И, конечно, они делают для себя. Мы тоже делаем. Мы тоже сами спит. Мы тоже делаем. Мы тоже сами спит. Если мы старые, пускай... Кто это сказал? Как выходит? Кто это сказал? Бери ведро. Кто это сказал? Ковкой. Кто обгарал вокруг этих? Колесова. Подождите. Во что не пускают вот по этой дороге? Даже детей не могут зайти играться вот тут. Почему? Мы есть все в плане. Дома Николаев. Специально мы сделали... Вот есть тротуар. Мы специально положили туда тротуар. Вот. Между домом. Поэтому мы хотели остановку, чтобы люди проходили вот сюда. И есть тротуар. Мы сделали. Опять же, наши поколения не помогли против. И они... Вот они против этого. Я не понимаю. Вот мы не будем. Мы не будем. Только не надо дорожить, что красиво. Мы не будем. Подождите. Давайте не будем. Но это базар получается. Вот именно. Смотрите. Люди говорят, что они сделали тротуар. Конечно. Мы проходили, все на остановку. Остановку мы сделали. Вот чтобы люди здесь были. Кто не пускает здесь людей? Кто не пускает, скажите? Давайте вот спокойно. Мы не против этого. Мы не против этого. Эта площадка пусть будет для детей. Но дети с 86-го дома и вообще 86-й дом не имеют площади никакой. Там подвал из площади. Женщины с первого этажа не имеют где вывешивать белье. Выбивать ковры. Две трубы? Это не проблема. Это не проблема. Все хотят, чтобы в примаре ездил. Вот что-то на себя берите. Сейчас хотим. Сейчас нам быть красиво. Вы должны на месте жить. Сейчас пойдем. Вы говорите, что вас не пускают по этой дороге, не пускают на площадку. Нет, в Еншу-чер. Дети не пускают. Что вас не пускают? Нет, нет, нет. Не надо. Чем его впускать не спать? Нет. Детей надо пускать. Да. Вот фотографии у кого есть. Встера. Гарулин сделали. Разъем его коморство. Вот посмотрите. Это мидрополит. Вчера мы отдыхали. Смотрите. Смотрите. Очень красиво. Очень красиво. Да? Это мидрополит. Еще раз говорю. Но есть видео у нас проехали? Что припой? Что припой? У нас проехали. У нас проехали. У нас проехали. Мы против? Нет, не против. Я говорю, вот люди присутствуют. Подождите, вот стоит председатель, присутствие телекамер, присутствие меня. Он говорит, что детей сюда пускают и детей не запретят. Но если, приглашаю, если будут не пускают, скажите, я уверен, что они люди взрослые, это просто детей не запрет. Но если, если, туда кто-то приходит и чистит рыбу, это неправильно и нехорошо. Как с вашего дома пришли. Я в курсе. Против, вот что. Еще есть вопросы общего характера? Послушайте меня, пожалуйста. Сейчас подождите. Кто ты, Жека, есть здесь? Есть, вот. Я хочу вам выразить очень большую, большую благодарность за ваше отношение к крыше и вообще к нашим людям. Дай Бог вам здоровья. Спасибо. Спасибо, спасибо. Сережа. Мы вчера пригласили всех. Есть анонс. Есть анонс. Есть анонс. Настяк. Меня зовут. Я беру его. У нас было трех раз. Ух, у нас у меня нет. Ух, ух. Мы решили, а у меня нет. Ух. Ух, ух. У нас есть кто-то с архитектурой? Сейчас, Серёж, подождите, не хочу. Мы записали, мы записали. Подождите, так нельзя же. Значит, ну хватит, ну прекратите. Я же говорил, давайте не будем делать базар, а? Я вот что скажу, значит, этот вопрос не только вы поднимаете, насчёт фасадов, насчёт цвета. Вы правильно поднимаете этот вопрос, но я его вынесу на совет этот вопрос, потому что в Бельцах до сегодняшнего дня нету положения, какой должен быть фасад, цвет зелёный, красный, синий, белый, никто этого не знает. То есть это надо решить комплексно, и скорее всего это должно пройти через градсовет и через архитектуру, правильно? Совершенно верно. Мы его запишем, дадим поручение, и я думаю, что ответ можно. И примерно срок какой? Примерно срок то, что я его вынесу в ближайшие... 30 дней. Нет, я его вынесу на обсуждение, думаю, что до Нового года уже будет какой-то концепт у нас. Чтобы мы на весну уже знали, что... Но вы понимаете, вот смотрите, это уже как бы из личных. Вот сегодня мы примем с вами решение, ну не с вами, а с коллегами, мы приняем решение, что фасад образно должен быть зелёного цвета. Мы принимаем это решение. Значит, завтра, поверьте мне, придут наши с вами коллеги, скажут, почему он должен быть зелёный, а не голубой или красный. Ну, смотрите, это все, что вы решаете. Главное, чтобы для нас быть в России, потому что, смотрите, благодаря нашему миру корпоративу, он очень молодой человек, смотрите, что мы будем иметь в нашей стране. И это мы хотим, чтобы не быть еще дома. Мы хотим дать огромное спасибо в номе нашего президента, мэри Сергея. Благодаря моему, мы объединяем. А я сейчас сказал насчипал. Ну айпунем сказал, ледимбан и нос, рярош. Ну, черный, брат. Да я как-то, да, 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 да. Все, 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 канализация, все, перенесли наши... Николай Николаевич, смотрите, буквально на нашей территории, на нашей территории, на нашей территории поставили Вишене, вот, стирки. Смотрите, Лолита Васильевна, наша жалоба рассматривается. Лолита Васильевна, наша жалоба. Наша жалоба. Вот сейчас будьте любезны, своих 5 копеек. Мы ничего вам не говорим, когда вы там решали вопросы свои. Вот подвалы, зачем нужно эти подвалы? Давайте нам рассказывать свои вопросы без вас. Чей подвал? Девятиэтажки. Половина жильцов отсюда. То есть ряд, все их. То есть подвалы частные? Ну, они частные, документов нет, они ничего нет. Получаются наши вот веревки спокойно, преспокойно. Мы не против площадки, поверьте. Мы не против площадок. Когда-то была Казанская оборона, бомбоубежище, потом раздали как подвалы. Если бомбоубежище, оно и должно быть бомбоубежище. Нет, бомбоубежище. Постойте. Постойте. Есть бомбоубежище. Есть там столовая. Внизу есть бомбоубежище. Давайте мы разберемся, чья это земля. Потом это второй вопрос. Сережа. Значит, в первую очередь люди жалуются, что здесь нет у нее выбивала для этого самого. Да негде ставить их, по-первых. Негде ставить, но надо найти где поставить. Мы не имеем где ставить, потому что тут канализация и водопровод ихний. Так, почему эти вешалки не сделать общими? Вот с той стороны заходите. А вот дома 22-25 метров, а нам 2 метра. Так получается, вот питонная плита между двумя домами. Так почему этот забор не идет вести стирки, не оставить общими? У них по документам выделено вот так. А кто тот документ смотрел, чтобы взять ту территорию нашу в титул? В титул взять и сделать, мы знаем, документ, который по благо сделан несправедливо. Ирина Мельчевна, запишите, пожалуйста, проверить тогда земельный участок, который огорожен. Поверь, проверю. У меня есть ворота. Для белья и урвана. А здесь не поставь, он уже проходит трасса. А кто у вас председатель социального? Мы селекции. Мы на баланс селекции. Так сами по себе. На баланс селекции. Так подождите, а как же мы будем ЖКХ вам делать выбивалки и... Вы не хотите сжать еще в асоциальную? Да нет, нет. Да вы не хотите сжать еще в асоциальную? И вы не хотите сжать. А если это у друбишь, вы не будете наичьем? Да мы сжили в море пивенье. А почему это? А почему это на нашей территории? Да, в возле полиции власть не убедал. И мы должны их садков. Потому что смотрите, вот, проведется нам двами, а двоим два. Мы сжили в полюс. Действительно, решать надо с этим подвалом. Я считаю. Вы проверьте подвалы. Это мы сами еще на этапе. Еще один вопрос. Извините. Вот это дорога. Дорога мусорки. Пожалуйста, это дорога. Дорога, она есть. Говорят, что ее нет, она есть. Это Колесово, оно есть по планировке. Мы смотрели. Пожалуйста, посмотрите. Никто не убирает. Никто не убирает. Дорога у Колесово, никто не убирает. Какая дорога здесь сзади дома? Я поняла. Ваш жалчат сказал мне, что это двор. Там не двор, там дорога. А как называется? Они говорят, что в проезду нет. А вот, Калипия. Нет, нет, нет. Это подвесной путь. Никто Никтоевич. Почему? Если не говорят, что делается лист, то почему? Дорога или нет? Там не дорога, там на триквартальный проезд. Там Колесово нету? Нету. Какой это номер дома? 86. Мы по Чехово 86. А там Колесово. Это какой номер дома? Нету здесь улицы Колесово. Улица Колесово. Где на начало? Где здесь? Хорошо. Дадите возможность отвечать или только задавать вопрос. Пожалуйста. Посмотрите, пожалуйста, на карту. Кто из молодежи с гуглом здесь? Кто с интернетом? Откройте. Улица Колесово прерывается. Улица Колесово от улицы Чкалово до улицы Борисоглова. Она прерывается как таковая. У нас идет нумерация дома. Вот последний здесь. И следующий начинается от Борисово. Поэтому улица Колесово. Это полевая дорога, которая идет на трактор. И что, нам не положен тротуар? Там нет дороги. Там нет дороги. Там нет дороги. Если нет дороги, что тротуара нет, то как нам ходить? Вот тротуар. Где тротуар? По их дому. Они специально поставили. Юрий Николаевич, вот тут дорога, которая там идет. Грейдером пройдите, пожалуйста. Николай Николаевич, у нас есть другой вариант. У нас есть 230 тысяч, те, что на ремонт подъездных путей. Внизу находится мусорная площадка. Из тех денег в белом варианте. Все отлично. Юрий Николаевич, нельзя ее оттуда играть. Это свалка получается. Откуда хотите со всем городом? Уже надоело не писать. Так насчет калитки, что решили? Меня попросили проверить землю. Я не знаю чести миллион. Так я больная. Я на первом одежении. Вот я... Не надо брать так, вот так, по кругу. Как? Мы мне могли не оставить? Мы не поставили. Мы не поставили. Мы не поставили. Мы не поставили. Существом. Проверю. Питал проверю подвал. Нельзя. 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 Продолжение следует...